Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Поздравляю всех вас, да и нас, с днём нашей могучей российской армии и военно-морского флота! А рассказать я вам хочу сегодня об одной из наших самых лучших русских рок-групп 80-х годов. Это знаменитая группа «Автограф». Вы, как обычно, недоуменно спросите меня, а при чём тут рок-группа «Автограф» и день могучей российской армии и тем более военно-морского флота? А вот об этом я вам скажу в самом конце блога. А пока вкратце буду рассказывать о группе «Автограф». По моему мнению, именно эта группа стала апогеем, вершиной, лучшей группой нашего русского хард-рока. В музыке этой группы соединились высокое профессиональное мастерство музыкантов, прекрасный мощный звук, патриотичная гражданская позиция и высокая поэзия. Благодаря виртуозности музыкантов, интересным композиторским решениям, мелодизму и мощному звуку, их стилистику определяют как прогрессив-рок или арт-рок, что, на мой взгляд, представляет собой высшую ступень развития хард-рока. Такая музыка характеризуется высоким мастерством исполнителей и сложностью музыкальных форм, а также обогащением рока за счет вдумчивого диалога с другими стилями и направлениями музыки. Слово «прогрессив» говорит о том, что на тот момент они являлись флагманами прогресса в рок-музыке, а слово «арт» в названии стиля подчеркивает то, что это является именно музыкальным искусством, а не брончанием или рычанием на гитарах по подвалам, с победным колотиловом в барабаны и матерными душераздирающими воплями. Группа была создана гитаристом Александром Ситковецким в 1979 году. Все четверо участников группы имели высшее музыкальное образование. Это сам Александр Ситковецкий, потомственный музыкант, закончил музыкальное училище имени Гнесиных. Это барабанщик Андрей Маргунов, также потомственный музыкант, закончивший Московскую консерваторию. Это бас-гитарист Леонид Гудкин, закончивший Московскую консерваторию с отличием. И это клавишник Леонид Макаревич, также закончивший Московскую консерваторию с отличием. Думаю, никому не нужно объяснять, почему они быстро стали лучшими и почему они играли именно в виртуозном стиле арт-рок, а не в примитивном панк-роке. Чуть позже к ним присоединился недавно ушедший от нас Крис Кельми, основатель знаменитой группы «Рок-ателье», который пробыл там чуть больше года. И вокалист Сергей Брутян, которого в 1982 году сменил Артур Беркут. А барабанщика Андрея Маргунова сменил Виктор Михалин. Вот в этом составе Ситковецкий, Гудкин, Макаревич, Михалин и Беркут они и достигли пика своей популярности и стали, по моему мнению, лучшей советской рок-группой 80-х годов. Подтверждением моих слов является то, что «Автограф» стал первой советской рок-группой, которая достигла реального коммерческого успеха за границей. Выступил в более чем 30 странах мира. «Автограф» выступал на бесчисленных международных фестивалях в Англии, Франции, Дании, Австрии, Финляндии, ФРГ, Швейцарии, а также во всех странах социалистического лагеря вместе с различными выдающимися музыкантами. За 10 лет своего существования группа выпустила 3 альбома и 6 синглов. Вроде бы немного, но это были знаковые для нашей рок-музыки и альбомы, и песни. Перечислю некоторые песни, которыми я не устаю восхищаться. Как я уверен, и любой настоящий ценитель рок-музыки будет восхищаться ими. Это динамичная Ирландия Ольстер. Это потрясающий блюз-каприз. Это глубокая истина. Кто ты человек для земли своей? Кем ты стал для рек, для земных полей? Это трагичный монолог. Да я хочу, чтобы тот, кто идет со мной, не был бы те, слабой и слепой. Это романтичный корабль. Отмечу также великолепную инструментальную пьесу «Пристегните ремни безопасности». Эти произведения я рекомендую к прослушиванию всем, кто по-настоящему любит рок-музыку. Мне лично удалось побывать на концерте автографа в Днепропетровске где-то в середине 80-х годов во дворце спорта «Метеор». Год, правда, я точно не помню. То ли 85-й, то ли 86-й. Я тогда был на втором или третьем курсе института. Это было очень мощно, мелодично, чисто и красиво. Как с пластинки. И незабываемо. К сожалению, по различным причинам, в 1990 году, после 1333 выступлений по всему миру, Александр Ситковецкий объявил о распуске автографа. По его словам, причиной была усталость от гастролей и творческий тупик. После этого судьба каждого участника группы сложилась по-разному. Кто-то продолжил работать профессиональным концертирующим музыкантом, как, к примеру, Артур Беркут, который вначале пел в Арии, а затем создал собственную группу. Кто-то, как Андрей Маргунов, вначале уехал в Германию, а затем в США, где занимается студийной, композиторской и продюсерской работой. А кто-то, как, к примеру, Сергей Брутян, вообще ушел из музыки и стал успешным адвокатом. Идейный вдохновитель, организатор и автор большинства песен группы Александр Ситковецкий также уехал в Америку и занялся бизнесом, связанным с продажей музыкальных инструментов и аппаратуры. Но невозможно забыть такой оглушительный успех. Невозможно просто взять и отказаться от того, во что ты был и остаешься влюбленным всю свою жизнь. Поэтому, вне зависимости от того, чем каждый из них занимается сейчас, они периодически собираются и дают концерты. К примеру, в 2005 году в честь 25-летнего юбилея автографа на какое-то время они воссоединились в классическом составе и провели тур по городам России, завершившимся триумфальным концертом в 2005 году в Олимпийском. А в 2012 году автограф выступил в рамках фестиваля «Легенды русского рока», проводимого Стасом Намином в Зеленом театре Москвы. Чтобы вам не показалась слишком субъективной моя высокая оценка этого великолепного музыкального рок-коллектива, приведу несколько совсем свежих, буквально этих годов, отзывов под видео с юбилейного концерта автографа в Олимпийском в 2005 году. Вот комментарий Юрия Нескина. «Их место так никто и не занял. Нет групп такого уровня». Марат Асанович – единственная русская группа, где была музыка, и ничего не изменилось. Эдди Манн – даже не верится, что такой качественный арт-рок сочиняли и, главное, исполняли еще в Советском Союзе. Супер! Герман Полухин – одна из самых лучших профессиональных групп СССР. И после. Мистер Вовочка – сложная профессиональная музыка. Вот такие отзывы людей, которые только недавно познакомились с этой группой. Александр Ситковецкий, проживая в США и занимаясь бизнесом, постоянно сочиняет и записывает инструментальную музыку. К примеру, в 2016 году он выпустил прекрасный инструментальный альбом «Фулл Хаус» в своей традиционной виртуозной и мелодичной стилистике. В записи альбома принимали участие очень известные американские музыканты. В прошлом году, благодаря интернету, Александр Ситковецкий организовал запись нового сингла-автографа «Храни», в котором все партии сыграли участники классического состава автографа, и спел в том числе Артур Беркут. А сам Ситковецкий является автором и слов, и музыки, и гитарных партий этой песни. Вот вам и работа на удаленке. Ну и под конец сегодняшнего блога я хочу немного порадовать моих любимых хейтеров, которые кричат на всех углах, что у Вала Щука не рок-музыка. И еще хочу порадовать всяких великих виртуозных гитаристов, также стебущихся над моей музыкой и сочиняющих при этом одну песню раз в три года. Меня, как большого ценителя хард-рока и творчества группы «Автограф», а также как бывшего военного моряка, Александр Витальевич Ситковецкий поздравил с 23 февраля, прямо оттуда, из далекой Америки, прислал мне свое фото с памятной надписью в качестве поддержки начинающего рок-музыканта. Признаюсь честно, мне было приятно. На сегодня все. До свидания, друзья! С днем вас, могучей российской армии и военно-морского флота! И не забудьте подписаться на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok